здравствуйте мы часто говорим надо мелким фермерам объединяться в сельхоз кооперативы но не все знают что такое и как они работают тут и хотелось бы устранить этот пробел вообще сельхозяйственные кооперативы бывает нескольких видов это потребительские кооперативы в них входят те люди которые хотят потреблять услуги кооператива есть еще кредитные кооперативы тут все понятно это которые деньги в долг дают следующая форма это производственные кооперативы в которых нужно работать всем кто в них состоит в виде производственных сельских кооперативов существуют многие рыболовецкие другие наши аграрные значит колхозы организации например с пока беломор ловит рыбу с пока суланды выращивает морковь все их члены одновременно являются и работниками все должны трудиться и только после получения своих так называемых трудодней могут претендовать на получение кооперативных прибылей для дачников которые решатся организовать производство например свежих овощей или ягод на своих участках такая форма самая подходящая ее принцип кто не работает тот не есть у потребительских сельхозяйственных кооперативов значит немножко другая ситуация это объект для инвестиций больше если у вас есть какие-то накопления которые вы не придумали куда вложить то этот вид кооперации как раз для вас тут ваши денежки будут работать за вас вы вкладываете средства кооператив на эти средства приобретает какое-то оборудование что-то еще а полученная потом прибыль делится между пайщиками исходя из пропорции кто сколько вложил вот яркий пример такого кооператива это тот наш знаменитый кооператив архангельская клюква кооператив по выращиванию лесных ягод он как раз привлекает сейчас людей очень часто вспоминают у нас о райпо дескать вот он пример сельской кооперации но это не совсем так райпо это осколок от советской системы это потребительское общество имущество которого было создано старые добрые времена за счет всего советского народа а нынешние его руководители но не очень эффективно его продолжают эксплуатировать конечно в том числе и принося пользу селянам где у райпо до сих пор имеется многие магазины за год пункты другое имущество но в большей мере думаю все-таки о себе с этого года в областном министерстве сельского хозяйства появилась наконец-таки программа поддержки сельской кооперации любой кооператив может претендовать на государственную безвозмездную помощь в достаточно больших размерах цифра значит ограничивается семидесяти миллионами рублей максимально значит ну надо выполнить лишь ряд условий составить бизнес-план защитить его как обычно программа появилась неожиданно хотя я например требовал начать подготовку к этому еще три даже четыре года назад но факт таков пока что колхозники не в курсе просто в этой программе конкурс на предоставление грантов продлевается уже в третий раз ввиду отсутствия желающих но люди не знают печально это все надеюсь что новый состав областного минагропрома начнет наконец-то работать не в режиме штопанья имеющихся дырок а в режиме предвосхищения и планирования на несколько лет вперед а ведь иначе дело не пойдет вот опять же пример губернатор не так давно поставил вопрос сколько местной продукции идет бюджетную сферу городов и районов области и оказалось то ужасная ситуация оказалось что в наших крупнейших городах продукция местных сельхозпроизводителей вообще практически госзакускам госзакупкам не допускается как так получилось кто тому виной оказывается тому виной это те самые чиновники значит государственные закупщики это они пишут такие условия в контрактах преодолеть которые нашему селянину не получается самое очевидное вот возьмите пример если в одном лоте на закупку будут и картошка и с другой стороны банан апельсин то выиграет такой конкурс исключительно перекупщик оптовик как сейчас и происходит но нет у крестьянина который вырастил картошку капусту нет у него этого банана откуда она возьмет а для чего вообще нужна сельская кооперация а для того чтобы собирать маленькие объемы продукции производимые маленькими фермерами на селе переработать упаковать сертифицировать эту продукцию и уже в виде крупных партий реализовывать с гарантией регулярной поставки причем чем кооператив отличается от обычного перекупщика вот на базе сидящего а тем что вся полученная кооперативная прибыль она распределяется между пайщиками теми же самыми сельскими производителями загружая их работой наполняя их рентабельностью это поняли еще во времена столыпина именно тогда в россии был рассвет сельская кооперация которая перешла в европу и работает там до сих пор да так работает что нам пока только мечтается но объединяться малым производителем на селе входить горожанам в эти кооперативы своими средствами сегодня не просто выгодно но и жизненно необходимо без этого сельское хозяйство развиваться не будет сельская кооперация это день вчерашний и день завтрашний нашей экономики необходимо чтобы и сегодняшние руководители прониклись этим спасибо с вами был михаил силантеф